Недопущение нашей сборной на Паралимпийские игры в Рио беспокоит жителей округа. На встрече со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья Игорь Кошин назвал это жестом безысходности со стороны заинтересованных лиц. Между тем, повод для встречи был самый радостный. Наша сборная вернулась из Карелии, где завоевала семь медалей различной пробы. Александр Сюткин – капитан команды спортсменов Ненецкого округа с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на диагноз, инвалид третьей группы три раза в неделю ходит на полноценные тренировки – теннис, дартс, стрельба, пауэрлифтинг. Вторник, четверг, суббота мы занимаемся чисто пауэрлифтингом. Мы сейчас закачаем понедельник, пятница у нас есть в Ледовом дворце. Мы тоже можем там и в теннис поиграть, и тоже мышцы покачать. И по средам у нас бассейн еще есть. Главные условия в программе тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья – индивидуальный подход и дозированность. К примеру, Александру силовые занятия позволяют держать в тонусе мышцы, плавание, развивает позвоночник, теннис, ловкость и реакцию. Отличается и оборудование. Недавно администрация Норда закупила специальные скамейки для жима. Они позволяют фиксировать ноги при работе над верхней частью тела. Сначала мы занимались научными, таких как для всех, но у нас есть и тренажеры специально для инвалидов. Сейчас и администрация дворца спорта Норд приобрела скамейку соревновательную именно для пауэрлифтинга, для жима лёжа. Регулярные тренировки приносят долгожданные плоды. Из Карелии наша сборная привезла семь медалей. Открытый межрегиональный спортивный фестиваль Северо-Запада России для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в городе Лондон-Похья. Сборные команды из 11 регионов соревновались в настольном теннисе, пауэрлифтинге, настольных спортивных играх, пулевой стрельбе, беге, в том числе на колясках и гребоча. В общекомандном зачёте наша сборная заняла почётное пятое место. На вечере чествования спортсменов губернатор Ненинского округа поблагодарил каждого победителя за пример достойной восхищения. Ваш пример очень многое значит для всех жителей округа, не говоря для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вот этот пример стойкости, силы духа, умения побеждать прежде всего самого себя. Но то, что наши ребята показали ещё и примеры взаимовыручки, взаимопомощи, помогая представителям других команд на экскурсиях, на других мероприятиях, конечно же, это стоит отдельных слов благодарности и уважения. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Надежды Ковалевской. Председатель регионального общества инвалидов делает всё, чтобы жизнь подопечных не имела границ. Буквально через неделю сборная Ненинского округа во второй раз отправится на Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Пара Крым-2016». Там, на берегу Чёрного моря, сотни таких же спортсменов со всей России ещё раз покажут, что значит преодолевать себя.